Здравствуйте, дорогие друзья, вы на библейском портале Экзегет, с вами священник Стахик Латвин, и как обычно, по традиции, мы разберем один-единственный стих из Священного Писания, посмотрим, как даже взятый из знаменитого притчи или из знаменитого живого разговора Спасителя отрывочек может стать тем кирпичиком, который мы положим в стену, в ограду своей души, где Господь уже устрояет внутри нас Царствие Небесное. Потому что как ограда защищает нас от внешних каких-то нападений, а ограда, пусть даже если враги на тебя не нападают, например, москитная сетка защищает тебя от укусов комариных, от какой-то инфекции, которая может принести, как к тебе хорошая теплоизоляция, она защищает от мороза в зимнее время, а если уже и взять и как-то надводной изоляцией подумать, что вода не будет утекать и на счетчик не будет чего-то набегать. Точно так же и вот внимание к таким-то мелочам поможет нам не сделать ошибку именно на пути спасения. Не сделать ошибку, да, возможно, для человека, который еще далек от Христа, ему важно все сразу целиком охватить, а для нас важно вот это внимание к деталям, потому что стремясь к Христу, мы можем уже наломать дров и пройтись по головам ближних. Вот о том, как этого избежать, как своего ближнего не утопить, хотелось бы сегодня побеседовать. Давайте откроем 14 главу Евангелия от Луки и прочтем 5 стих. «При всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не то числе вытащит его и в субботу». Господь обличает фарисеев, которые молчат, не соглашаются с тем, вспоминаем контекст, что Господь предлагает исцелить человека больного водянкой в субботу, в субботу ветхозаветную, когда вроде никакие труды не должны быть совершены. Тут мало того, что есть некоторая такая духовная аналогия, что от водной болезни жаждет человек, и вот колодезь, где тоже вроде вода, и от избытка этой воды надо человека спасти. Но если вот стихи про водянку мы разбирали, как человек сам себя может умертвить, набирая воду, но вместо воды жизни воду смерти себе берет, посмотрите вот этот отрывчик, толкование на него, то уже в этом стихе хотелось бы сосредоточиться на действиях в отношении ближнего. Пусть тут вол и осел, вроде какие-то животные они, люди, фигурируют, но как мы недаром вспоминаем эти благочетивые легенды, которые перед праздником Рождества Христова читаются детками, изображаются художниками издревле, как, по сути, ближними Христа были вол и осел в том самом хлеву, где он родился на свет, где он прожил первые дни, недели, а может и месяцы своей жизни. Вот точно так же мы смотрим на вола и осла, как на некоторый образ заботы, которая может быть осуществлена, а которой нет. Понятно, здесь Господь не говорит, ой, если вы такие фарисеи, вы должны утопить своих волов и ослов. Нет, он говорит, правильно делайте. Ну, не годится, если вол и осел свалится в колодец. Потому что, прежде всего, даже если не жалко вола и осла, ну, что это будет, туши животного, захлебнется, начнет разлагаться, и трупный яд отравит воду, и, в принципе, уже ее пить будет нельзя, если кто-то выпьет, то и сам либо тяжело заболеет, либо даже вообще умрет. То есть этого нельзя допускать, и нельзя ждать там, когда закончится шаббат, надо сразу действовать, сразу спасать. То же самое может произойти и с нами, и с нашими ближними, если мы возьмем, и даже будучи более фарисейскими, чем фарисеи, а это надо постараться, возьмем и тоже их в колодцы утопим. Вот человек, который нашел Христа и вкушает его божественную кровь, воду, текущую в жизнь вечную, воду жизни вечной, как Господь объяснял вот это самарянке, которая ничего не понимала, но мы-то уже спустя века, столетия видим в жизни церкви, как эта вода жизни вечной действует, и поем мы тело Христова, примите источника бессмертного, вкусите на литургии, понимаем, что как Господь нас укрепляет. И вот человек другой, предположим, наш ближний, он чуть-чуть верит в Бога, однако он неисповедуется, не причается. И мы вот думаем, чем отличается человек искренне от верующего, неискренне верующего? Ну, наверное, что неисповедуется, не причается. И мы загоняем своего ближнего в храм, говорим, ой, ну сейчас будет там Рождество, Пасха, или там пост начинается, или у тебя там именина, неважно, иди причтись, или ты заболел, иди причтись, или дети экзамен у тебя плохо сдают, иди причтись. И человек идет, у него есть инструкция, он знает, ой, это сейчас надо, чтобы Господь не покарал там на Рождество причтиться. Или он хочет чего-то избежать, каких-то проблем. Ой, я заболел, и сейчас, чтобы вылечиться, там, помимо лекарств, я причащусь. И идет с таким отношением, либо беречься от злого Бога, якобы злого Бога, либо идет с отношением, что я сейчас с Богом как-то сторгуюсь. Вот у меня там друг верующий, подруга верующая, они мне объяснили, я сейчас что-то от Господа получу. И идет, не имея любви, не имея желания соединиться с Христом, и приходит и причащается в осуждение. А мы думаем, о, я молодец, я человека ко Христу привел. Так нет, ты его, правда, привел к источнику, но ты его привел к источнику, там колодец. У него чем набрать воду нет, помните, Господь даже не имел кувшина зачерпнуть воду из колодца Якова, что самарянка поделилась с ним своим кувшином. И, по сути, когда ты своего друга берешь и подталкиваешь вот к такому неодуманному техническому причастию, то точно так же ты его приводишь к колодцу и говоришь, а, там вот вода, а как ее достать? А, не знаю, ты человек летит в колодец, да, ты его даже не подталкиваешь, но ты считаешь, что это так и нужно, пусть он там утонет. Нет, конечно, человек, когда он приобщается с телой и кровью Христовой, то он получает вот то, что апостол Павел описывает словами, не я живу, но живет во мне Христос. Но если он действительно к Христу стремится. Тут не обязательно ему надо знать какое-то высокое богословие, но, по крайней мере, он понимает, зачем он это делает, что он это делает не для здоровья, что он это делает не для того, чтобы каких-то проблем избежать, а он это делает для своей души, для души, которая с Богом жаждет общаться. Поэтому и тоже, как ты берешь и видишь, что кто-то из твоих друзей под влиянием каких-то, чаще всего тяжелых обстоятельств, редко радостных, начинает, как вот говорят, ударяться в религию, то это действительно, возможно, не поиск Христа, а это удар в религию. Человек начинает выполнять какие-то правила предписания, они у него не срабатывают. Точнее, ну, как срабатывают? Нету отдачи в земной жизни. Не вцепятся в плюшки и ватрушки с неба. И он озлобляется на церковь, на Бога, и еще на своего товарища, который, в принципе, ко всему этому подтолкнул. Поэтому и мы, вот, если видим человека в таком состоянии, мы должны его вытащить. Вытащить и сказать, так, дружище, не нужно, вот, да, там, братья и сорок раз Акафис читать. Ты вместо этого возьми, лучше Евангелие открой, почитай как-то по размыслив, в чем покаяться. Да, не нужно брать и писать, если ты на исповедь идешь листом на три листа, выписывать что-то из брошюры. Ты смотри, ну, я же твой друг, я, в принципе, знаю, но у тебя вот есть такой-то грех в жизни, ну, тяжелый. Если ты его не исправишь, то хоть длинный лист напиши, не пиши, разницы не будет. Да, тяжелее исправить, да, тяжелее отказаться от какого-то смертного греха, например. А написать список просто. Лучше над этим сосредоточиться. И таким образом мы будем помогать ему из этого колодца выбираться. Однако, выбираясь из этого колодца, в принципе, тяжело вытащить из колодца осла. А уж вала-то и подавно. Но и в одиночку вообще не справиться. То есть тут, однако, усилие надо прилагать. Да и, в принципе, если ты потянешь там какое-нибудь животное, за шею будешь вытащить, а там, может, и упираться начнется. Потому что, ну, как-то веревка шея там сдавливает. Тоже как-то это неудобно. И тоже из близких кто-то начнется упираться. Самое частое сталкивание вот это с колодец, где вроде есть благодать Божия, но при этом это благодать Божия, которая человека не спасает, не дает ему напиться, не дает ему дорогу в жизнь вечную, а его топит, погружает его в погибель. Это, конечно, когда люди живут в крестной своих друзей. Приходят и говорят, ну, вот тут надо за моего ребеночка принести присягу, отречься от сатаны, ему бросить вызов, наплевать на него, и потом козни сатанинские на себя чувствовать. И принести присягу Христу, сказать, сочетаясь с Христу, повторить трижды, потом еще раз трижды повторить после символа веры. И человек подписывается, ну, что-то на беседы посидел, что-то послушал. И он оказывается клятво преступником, потому что он вызвался быть образцом жизни для христианина еще маленького совершенного ребенка в силу возраста чистой души. А сам он никакой не христианин и не понимает, что делает. А мы его в этот колодец затолкнули. Сказали батюшку, да это мой друг, он хороший человек, он хорошим крестным будет, он подарки будет дарить. Какие вопросы? А вместо этого получается, что вот человек оказался в колодце, и мы его вместо того, чтобы вытащить, и сказать, ну, да, ты мой друг, я в случае чего всегда тебе позвоню. Ну, ты ж неверующий человек, какой из тебя сейчас крестный будет? Ну, давай, конечно, да я даже готов подождать с крестиной месяц, два, три. Ты подготовься, если я увижу, что ты идешь к Христу, то обязательно тебя в крестный позову. Вот точно так же вот эта опасность, опасность столкнуть в этот колодец вместо того, чтобы вытаскивать. Тоже иногда какие-то родственники прошут. Там, ой, бабушка, дедушка, захотели быть крестными, или тетя, дядя захотели быть крестными. И тоже, это люди сами прыгают в колодец, а нам неудобно им отказать. Да что такое-то пустяки, да и вроде они чужие люди, они тут с друзьями поссоришься, а родственники, они, в принципе, всегда рядом. И точно так же сами залезли, вы не подталкивали, в отличие от крестного, которого там друга своего упрашивали. И человек все равно получается. Получается, что эту благодать он берет и в ней тонет. Тонет, потому что он не знает, что с ней делать. Он не понимает, что с душой, как работать со своей. Что уж говорить о том, что с душой своего крестника. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, нужно помогать. Конечно, нужна помощь. Нужно какое-то руководство. Если сами вы привели своего Алла, вола, осла, колодцы, у вас нечем чем подчеркнуть, ну, значит, надо обратиться к кому, чем подчеркнуть. Если даже очень охота пить, и вот, ой, очень нам срочно надо, там, ребенка надо очень срочно покрестить. А что срочного? Что толку? Вот и ребенка своего может бросать в этот колодец. Да, благодать Божия. Да, купель крещения. Да, рождение для жизни вечное. Но больше дано, больше спросится. Пришел ради галочки, покрестил ребенка и тоже. Тоже на него он теперь, апостол Павел говорит, язычник спасается естественным законом. По совести живет. А христианин по закону Божию, по заповедям евангельским. Что сложнее? Конечно, по заповедям евангельским. Да, благодать Божия. А ты берешь и своего собственного ребенка. Идешь, начинаешь. Хочешь, чтобы его крестили. К Христу-то его ввести не хочешь. Что уж там крестных сваливать. Сам не хочешь везти к Христу, сам не идешь. И действительно, ребенок оказывается в таком колодце. И ты вместо того, чтобы вытащить, и сказать, нет, я сейчас сам немножко с верой разберусь. И вместе с ребенком придем креститься. Ты берешь и тоже в этот колодец его скидываешь. А вот он сам как-то там выбрахтается. В воскресную школу начнет ходить, что-то узнает. Да и в принципе, хорошо, может молиться начнет за меня, за грешного помолиться. А я пока молиться не буду. Что, сын, дочка там, пусть они как-то за меня там проблемы решают. Поэтому, дорогие братья и сестры, неважно, потому что не даром здесь вот суббота что-то срочное делать. Некоторые вещи надо, наоборот, срочно прекращать. Вроде пришли, думаем своих детей крестить, потом вспоминаем, ой, старшего ребенка-то вообще не причащали, сколько времени. И понимаешь, не-не-не, срочно, срочно. Тут все говорят, бабушка говорит, ой, быстрее надо крестить, чтобы не было ребенка. Мы говорим, бабушка, крестить не из-за этого. Крестить, поверь. Я сейчас плохо разбираюсь, но дай-ка я потихонечку разберусь. И научусь, и тогда уже ребенка буду крестить. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, те люди с таким отношением вряд ли они будут специально направлены искать и смотреть ролики по Библии. Тем не менее, у вас есть возможность. Поделитесь этим видео. Если у вас какой-то невоцерковленный родственник думает крестить своего ребенка, зовет вас крестный. Или у вас кто-то из ваших друзей зовет вас крестных самих. Тоже взвесьте все за и против. Покажите, что крещение, как таковое, не самоцель, а крещение лишь ступенечко на пути в Царствие Небесное. Что да, если человек крестится, он приобретает благодать Божия. Но эта благодать Божия может ему не помочь, она может послужить погибель, если он не знает, что с ней делать. Если он в ней утонет, и эта вода жизни станет для него, не дай Бог, водой смерти и осуждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова